Ребят, привет! Предыдущий ролик про черную сосну вызвал у многих определенный интерес. Один из подписчиков поинтересовался, как эта черная морилка будет выглядеть на лиственнице. Но я и решил записать и показать это видео вам. Продукт все тот же. Морилка водная, но в бутхим, эбеновое дерево. Смотрим. Наносим первый слой. Наносить даже можно лучше кистью. Это будет ровнее и не будет стираться уже нанесенный состав. Как это было в моем случае. Наносим второй и третий слои. Предварительно даем высохнуть каждому слою. Вообще, водная морилка на мягких породах поднимает ворс и требуется межслойная перешлифовка. Если у вас сосна, то желательно это сделать. После третьего слоя цвет начинает выравниваться. Четвертый делает изделие еще темнее. Пятый слой. Наносим шестой слой. Все. Думаю, это слой последний. Хватит для примера. Все, ребята, уже чувствуется густота просто где-то. Последний слой высох. Вот так смотрится после шести слоев. Поверхность пока не защищенная. Обязательно нужно покрыть финишным слоем лаком или маслом. Иначе все быстро затрется, испачкается и придется заново все переделывать. Я взял универсальное твердое масло для внутренних работ. Нанес два слоя. Если это ступеньки или пол обязательно, это минимум два. Ждем, когда высохнет и смотрим, что получилось. По-моему, получилось шикарно. Смотрится очень красиво. Я думаю, видео было многим полезно. Оцениваем, подписываемся, оставляем комментарии. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»